Дмитрий Юрьевич Пучков Здравствуйте! Здравствуйте! Рады приветствовать вас снова в Севастополе. Расскажите, какая же цель вашего визита в этот раз? Осмотреться, оглядеться и понять, что для вас можно сделать интересного. А что можно сделать? Совместно. Но Севастополь – город воинской славы. Хотелось бы до населения донести, что у вас тут происходило, когда, как. Как-то в один из предыдущих заездов мы тут наняли кораблик повозить нас по бухте, а там, товарищ, видно, бывший морской офицер уже, так сказать, ушел на покой. Он там такого рассказывал. Я вроде это эрудированный, образованный, не знаю, придерживая челюсть руками. Как-то не то, что надо у нас по телевизору показывают. Вот подвиги предков, вот безумные жертвы, принесенные ради России. А как-то все чушь какую-то городят. Надо задвигать в народ правильные мысли, идеи и историю. Ну, вот знаете, многие говорят, что Севастополь – это такой город очень особенный. И каждый, кто это приезжает, чувствует. Вы это почувствовали? Военный город, да. У меня папа был военный, я среди военных вырос. Мне все это близко и понятно. Ну, первые ощущения какие? Что запомнилось? Какие-то, может, яркие самые моменты, когда вот в первую ступель? Ну, ты же приезжаешь как гость, ты ходишь по самым замечательным местам, яркие, красочные. Вот тут море, вот тут корабли, красота, погода прекрасная. Не как у нас, мы-то на болотах там, во мраке обитаем. Здесь красиво, хорошо. Люди добрые, крайне доброжелательные. А вы были в Севастополе, когда он еще был в составе Украины? Да, конечно. И когда советский был, и когда в составе Украины. Вот какие основные изменения вы для себя можете отметить? Ну, для меня как-то я человек, так сказать, приезжий, приехал, посмотрел. И Крым в целом, не только Севастополь, то есть Севастополь-то выгодно выделяется на общем фоне. То есть у меня все время такое чувство, что тут 30 лет вы вообще ничего не делали. Вот просто ничего не делали. Ни дороги не мостили, ни здания не ремонтировали, ничего. Отойди за угол, и можно, как закалялась сталь, снимать без декораций. Вот гражданская война, все точно так же выглядит. Но вы сейчас видите какие-то изменения? К сожалению, к моему. То есть пока что видно глобальные, даже когда на самолете подлетаешь, вот там одна дорога, другая дорога, какие-то мега-развязки строят. У нас великолепная таврида. Да, да, это вот видно. К сожалению, не получается, что вот, знаете, пальцем щелкнул, и все в одну секунду расцвело. На все надо время, на все нужны усилия. То есть пока дороги проложат, дорога – это как кровеносная система. Все быстрее и быстрее засуетилась, товары, ну, мост построили. Я надеюсь, и воду и найдут, и проведут, и пробурят как следует, и опреснять начнут. Ну, к сожалению, не быстро. Но приходится ждать. Вы в Севастополе уже не первый раз. И в первый раз, когда вы к нам приезжали, вы тоже давали интервью. И тогда вы обмолвились с такой фразой, что в Севастополь стоит приезжать школьникам и детям, для того, чтобы посмотреть и понять, что такое Родина и как ее любить стоит. А вы согласны ли до сих пор с этим высказыванием? Конечно. В истории ничего не поменялось. Детей надо собирать не на озере Селигер, а надо их собирать у вас и на Мамаевом кургане. Вот. Действительно, так сказать, места, которые пригодны для воспитания и понимания, что такое твоя Родина и как ее надо любить. Да, сюда надо возить в обязательном порядке. Ну а Севастополь можно назвать патриотической столицей России? Безусловно. На мой взгляд, Севастополь в ряде аспектов гораздо большая Россия, чем Россия как таковая. То есть люди, которые здесь, это серьезные люди, прошедшие через разнообразные испытания, самого нехорошего толка в общении с Украиной, действующим ныне там режимом. Ну да, они, повторюсь, побольше русские, чем многие русские. Ну вот, как вы с вами отметили, Крым и Севастополь, в частности, постепенно развиваются. Но вот как вы думаете, санкции, которые присутствуют в нашей жизни, они как-то повлияли на развитие Крыма? Возможно, он бы развивался быстрее, более как-то глобально? Не думаю, что так уж. Ну вот, воду перекрыли. Ну, естественно, это отвратительно. Блэкаут у нас тоже был. Ну, это в рамках борьбы за демократию, по всей видимости. Мы возьмем вам воду, отключим, пенсии платить. Будем говорить, что вы наши граждане, но пенсии вам платить не будем. Будем по вам стрелять из гаубиц, убивать, как на Донбассе. И рассказывать, что это все ради борьбы за мир, единство. Это так они заботятся о своих гражданах. Безобразие, что это такое? Все это надо пресекать. Из мелочей, ну, я не знаю, я вот сюда приезжаю, у меня, например, почта электронная перестает работать. Она мне сообщает, что вот в вашей стране она не работает. Прекрасно. Ну, я не думаю, что электронная почта западная, она как-то ограничивает вас здесь. Ну, санкции, санкции, увы. Как бы они все равно есть, возможно, не так значительно они на нас влияют. Но вот, как вы думаете, есть шанс того, что рано или поздно они с нас будут сняты? И если да, то когда? Ну, естественно, они никакой пользы не приносят. Все эти рассказы, что как только перестали нам поставлять западный пармезан, у нас свой пармезан расцвел. Ну, будем откровенны, свой пармезан не такой, как западный. Но, тем не менее, что-то благое в этом есть, но в целом, лично, я ничего хорошего не вижу. Единственное, что можно этому противопоставить, это А. Экономическую, а значит, военную мощь, когда нельзя с тобой разговаривать с позицией силы, просто нельзя. Ну, вы не хотите давать нам это, а мы не будем вам давать вот это. Ну, как-то это парикет должен быть. Вот только мощь, ничего другого нельзя противопоставить. Но как же мирные договоры, мирные соглашения? Ну, вот они, пожалуйста. То есть Соединенные Штаты, они заставляют всех делать то, что надо им. Это они всем объясняют. Завтра будем прыгать. А вы можете в ответ спросить, как высоко и в какую сторону. Вы не можете сказать, я не буду прыгать. Будешь, никуда ты не денешься. Ну, как это так? А как же свобода? А как же там свободный рынок? Это же умышленное удушение. То есть людям перекрывают кислород. В чем задача-то всех этих санкций? Чтобы вы снесли свое руководство страны. С моей точки зрения, я это простолюдин, не политик. Ну, раз вам это руководство страны не нравится, значит, оно делает что-то правильное для России, для нас. Может, не совсем хорошо, не совсем там правильно, не всегда успешно. Но если вас это вот так вот бесит, значит, это что-то полезное для нас, безусловно. Именно это вас раздражает. То есть растущая экономическая, значит, военная мощь. Ну, как это? Вот, например, потеплела на планете Земля, и теперь можно через Северный морской путь плавать. И это всех раздражает, потому что тогда не надо плавать через Суэцкий канал. А, значит, люди, если поплывут через Север, то они будут платить деньги нам за проводку судов через Северный морской путь. А за Суэцкий канал платить не будет. Вам понравится, что если вы зарабатывали тысячу рублей, а с завтрашнего дня будет 300. Конечно понравится. Да, именно для этого у Соединенных Штатов такая гигантская армия, гигантский флот, огромная там авиация, космические силы. Для чего? Для того, чтобы вышибать экономические преференции для Соединенных Штатов. Чтобы там было богато, вот здесь вот должно быть бедно. Лично мне не хочется, чтобы у меня было бедно. И я считаю, что у вас железный кулак, ядерное оружие, только вякните. Общаясь с вами про санкции, не могу не спросить, вы сами не переживаете, когда едете в Крым? Не боитесь попасть под санкции? Со стороны Украины, к примеру. Вы же знаете, что многих не пускают, кто приезжал в Крым. Я туда сам не поеду, меня там убьют сразу, безо всяких вообще размышлений. Вы же сами родом с Украины. Ну, я из Советского Союза. Украина была частью Советского Союза. Там стояла Советская Армия в городе Кировограде, который нынче Круповницкий. Ну, да, было дело. А давно там были? Даже не вспомню. Ребенком. Нет. Я в основном только в Крым ездил, через Харьков. На паровозе где-то вот в начале 90-х ездил, да. Ну, я особо так понимаю, вы туда не рветесь. А что там делать? Ну, что я там не видел? Я все знаю. Ну, а в целом, что вы можете сейчас сказать о соседнем государстве? Резко, отрицательно отношусь. То есть, все происходящее там, оно проплачено из-за кордона, направлено против России, против русских. И нравится это, не нравится оно именно так. И гражданская война, которая там идет, исключительно из-за запрета русского языка. Они же тогда орали. Ну, что вы такое говорите? Кто вам запрещает русский язык? Да говори ты на нем, где хочешь. Ну, и вот теперь уже нельзя говорить в магазинах, уже нельзя говорить в госучреждениях. Так эти люди правильно оружие в руки взяли? Нет? Ну, на мой взгляд, правильно. Ну, видите, там своя позиция. На здоровье, имеете право, да. У вас к власти пришли нацисты, которые навязывают свою нацистскую волю всему населению Украины. Рады ли этому населению? Я очень сильно сомневаюсь. Давайте немножко отойдем от политической темы и перейдем к основной, которую мы в последнее время слышим уже на протяжении года. Это COVID-19. Как прошел для вас период самоизоляции? Как вообще прошла пандемия? Чем занимались, что делали? Скажите, болели ли? Нет, сам не болел. То есть вокруг там родственники и в семье болели, но сам нет, не заболел. Ежедневно занимаюсь спортом, бегаю в полях и прекрасно себя чувствую. Вот. Родственники, да, заболели. Болели тяжело. Помер мой начальник, очень хороший, бывший, к сожалению. То есть ряд там знакомых скончались, к сожалению. То есть это не шутки. Ну это в целом вообще тема такая достаточно серьезная. Это все придумали, ничего там, это обычный грипп и прочее. Ну я не знаю. От гриппа тоже, я помню, в пятом классе учился. У нас девочка из нашего класса от гриппа при советской власти умерла. Ну да, бывает такое. Но это какое-то вообще вопиющее исключение. Во всяком случае, я такого в жизни не видел. А тут, да, такая ржатва мрачная. Ну объявили карантин. Не знаю, я законопослушный. Сказали сидеть дома, я сижу. Я, конечно, не совсем в тех условиях, что основная масса граждан. То есть я живу за городом в своем доме. Ну чего тебе там? Ты никого не видишь и не слышишь, в общем-то. Сидишь в своем доме, ну и сидишь. Поскольку, поскольку тружусь я в интернете, снимаю ролики, выкладываю ролики для интернета. Ну вот вся страна села дома, и у меня, например, там посещаемость на канале выросла вчетверо сразу. Ну получается, на работе это ваше отразилось только в положительную сторону. Строго, да. Кому война, кому мать родна. Вот вчетверо выросло тут, количество просмотров растет. Это крайне полезно. Все вот эти вот крики там, не носите повязки, не делайте прививки. Я на таких людей смотрю, как на психбольных. Вот, кстати, вопрос о вакцинации. Как вы к ней относитесь? Строго положительно. Вакцинироваться будете? Я не могу тут одежду себя снимать. А, вы уже? На мне есть эти следы, как от прививки оспы. В Советском Союзе всех в роддоме прививали, если я правильно помню. Никто тебя не спрашивал, надо тебе делать эту прививку или нет. Ну, сейчас же это популярно. Многие даже мамы отказываются от прививки для своих детей. Да, знаете, есть такая отличная анекдот, что Вася ест сосиски за 60 рублей килограмм, но отказывается прививаться, потому что он не знает состава вакцины. Вася только пожалеет, ты же псих. Откуда ты знаешь, как это? Ты специалист, что ли? Откуда ты знаешь, как это работает? Что это такое вообще? Ну, от COVID-19 планируете вакцинироваться? В декабре прошлого года привился. Я вас поздравляю. Задолго до всех. А вы подготовились. Безо всяких вообще размышлений, раздумий. Как это? Ну, вот медицина. Ну, наверное, доктор лучше, чем я соображает. Его 10 лет учили. Наверное, он лучше соображает, чем я. Могут ли быть какие-то побочные эффекты? Ну, знаете. Ну, у вас как все прошло? Никак вообще, как водой. Никаких патологий. Есть люди, которые помирают от аспирина. Ездят на отдых в Турцию и Египет, и там помирают. Вам цифры просто не говорят. Вот и такое бывает. Не при эвакуации, и не при депортации, а на отдых человек поехал, там помер. Что теперь? Не ездить на отдых? Ну, странный какой-то подход. А таких граждан следует вообще изолировать от общества. Это же мракобесы. Ну, я с вами отчасти согласна. Вакцинация, как мне кажется, все-таки это необходимость, которую нельзя избегать. И это ответственность не только за себя и за жизнь своих близких, но и за в целом состояние. Я приведу вам пример, что если вот, например, у меня ребенок болеет, например, ему нельзя делать прививки. То есть если он эту болезнь, и прививки делать нельзя, а болезнь подхватит, может помереть. И тут в школу некий персонаж, какая-нибудь мама, которая отказывается делать прививки своему ребенку, который может переболеть и живым остаться. А он придет и заразит моего ребенка. Как я должен относиться к этой, не знаю, как хорошим словом назвать, приличным, и ее детям? Хочешь, вот у тебя отдельная школа, пусть он туда ходит. А если это государственные учреждения, как это у нас в МАСИСе происходит, либо справка, либо до свидания. Все, это по-другому не решается вообще никак. Кумиры сейчас, которые есть у нашего современного поколения. На кого смотрит молодежь? Картина страшная, да. Это у нас кто? Это у нас Анастасия Ивлеева. Это у нас Моргенштерн. Это у нас Даня Милохин. Знаете таких персонажей? Как к ним относитесь? Конечно. Ну, как? Я тоже когда-то был подростком. У меня хорошая память. Я помню, как я себя вел и почему. Поэтому, когда ты все решительно отвергаешь, все, что мама, папа говорят, это абсолютно мимо. Я саму в 17 лет особенно... А, кстати, кто вам нравился? В детстве. Ну, это было советское детство. Ну, свои кумиры же были. У нас все кумиры были западные. Все. Советских кумиров быть не могло. То есть наши отечественные исполнители, например, они галстук, пиджак. Правильно образиться? Конечно, правильно. С одной стороны. Но тебе, молодому, хочется все отрицать. А это не отрицание. Это вот официоз такой. А вот когда ты видишь какую-нибудь группу Led Zeppelin, где там все с патлами в два раза больше, чем у Аллы Пугачевой, они там визжат, как умалишенная музыка какая-то чудовищная совершенно. Это тогда натурально сшибало с ног. Ну, сейчас это не так. У нас кумиры были западные все. Это тоже, наверное, неправильно. Ну, а наше отечественного разлива какого? Ну, первое, оно же главное. По-английски непонятно, про что поют. Когда английский язык выучишь и поймешь, что там примерно ласковый май на этом фоне, как Пушкин. Просто, потому что там примитив чудовищный. А теперь понятно, про что поют. И поток скабрезностей, нецензурной брани, какая-то там похоть, еще чего-то там. Ну, как у человека взрослого, уже вызывает оторопь. Вот натурально оторопь. Это что вообще такое? Ладно бы там с запада шло что-то хорошее, но копируются те самые мощные образцы, где черные парни в каких-то майках-алкоголичках вот с такими золотыми цепями, тряся, значит, там пачками баксов, а за ними скачут черные девки известных форм и трясут всем, что только может трястись. Вот это, вот только это и копируется. Это вот самое, так сказать, востребованное. Посмотрите, сколько у меня денег, посмотрите, какая у меня машина, посмотрите, какие за мной девки скачут. И я вот прекрасен. Ну, вот такие вот образцы для подражания, они как-то влияют на нашу молодежь? Конечно, влияют. Они мозги сдвигают. У тебя ничего не получится. То есть это вот как примерно, знаете, вот Ютуб и ролики для Ютуба делают. Ну, можешь попробовать, безусловно. Там говорят огромные деньги. И это правда. Там, ну, по нашим меркам, там огромные деньги. Ну, попробуй. Вот эти сказки все. Чик, ты вот волшебным образом... Знаете, раньше как-то было так, что многие мечтали быть космонавтами, спортсменами. Кто-то хотел быть военным, пилотом. Сейчас поголовно. Блогер, тиктокер. Я сейчас брошусь туда, и у меня тоже будут огромные деньги. Попробуй, попробуй. Бросься. Ну, вот у них же получается и без образования. Получается у единиц. И без особых трудов, казалось бы. Ну, это я бы не сказал. Там труды нужны очень серьезные. Понятное дело, чтобы создавать такое огромное количество контента, который будет интересен зрителю, в любом случае нужно как-то постараться. Чтобы заинтересовать. Я бы сразу... Я бы сразу это развернул. То есть, с моей точки зрения, это говорит ровно об наличии данных персонажей, которые числятся в кумирах. Говорит ровно об одном. Что в родном государстве молодежной политики нет никакой вообще. Вот эти вот, они как сорняки. Сорняк, растущий там посреди пшеницы, он в рост идет вообще со страшной силой. Но правильно, это пшеница, а не чертополох. Пшеница нам нужна не чертополох. Так вы как-то это, что-то развиваете? Может, вы детей этих двигаете в каком-то правильном направлении? Может, государство как-то помогает? Например, ну там, я не знаю. Есть масса роликов всяких. Понятно, что Моргенштерна посмотрели там 10 или там, я не знаю, 100 миллионов человек. А вот какой-нибудь пацан там каменщик или токарь или слесарь, ну его посмотрели там 100 тысяч, это несравнимо. Но вот этот-то учит чему-то полезному. Вот этот рассказывает про историю, этот учит танцевать, этот еще чему-то там. То есть это полезные, нужные человеку для жизни навыки. Если тебе кажется, что ты будешь кривляться в ТикТоке и станешь миллионером, забудь. Покривляешься, а за время кривляния А. Образование не получил. Б. Специальность не получил. В. И чего дальше? Вот ты уже сверстники из институтов вышли, а ты у разбитого корыта. А зачем ты лучшие годы жизни, самые необходимые для закладки базы, зачем ты потратил на эту дурь? Им никто этого не объясняет. С моей точки зрения не ведется никакая вменяемая молодежная политика. ТикТок, Инстаграм. Сейчас это две самые популярные платформы. Ваше отношение к ним. Вот в Инстаграме вы есть. И более-менее активно свою страничку стараетесь вести. О, ужас, я и в ТикТоке есть. Пытались обнаружить. Выдала три разных канала и не смогли обнаружить, какой ваш. Может, вы расскажете о своем ТикТоке? Не помню. Я пока еще в него не вцепился. Там, по-моему, только один ролик положили, пока еще не начали. Там надо, чтобы эту... Но уже начали работу там. Птичку-галочку поставили. Без этого невозможно. Потому что так мы пытались идентифицировать, но пока не получилось. Я вам пришлю. Будем ждать. А что планируете делать в ТикТоке? Как его развивать? В основном занимаюсь переводами фильмов. То есть фильмов англоязычных, условно, скажем, по большей части американских. Но иногда бывают всякие разные. Для, так сказать, рекламы. Я вообще все это использую, по большей части, для рекламы. Того, что я делаю. С этого я живу, зарабатываю деньги. Вот перевел там... До такого перевала переводил такой сериал «Сопрано». Сейчас перевожу во все тяжкие. Соответственно, вот там наиболее яркие кусочки отрезаю из серии, выкладываю, и все смотрят, собственно. Это повышает количество зрителей, просмотров. Работодателю это, естественно, нравится. Но можно сказать, что вы только следуете трендам? Не совсем. Ну как, это обыкновенная реклама. Но TikTok, грубо говоря, год назад воспринимали как шуточную платформу. Сейчас там и даже Дроздов появился. Ну это невозможно определить. Это, знаете, вангой надо было, чтобы сказать, что вот это вот сработает, выстрелит там и прочее. И всяких этих социальных сетей до Фейсбука и ВКонтакта их было очень много. Ничего из этого не получилось. А вот у этих получилось. Да, надо везде присутствовать. Если это для тебя способ зарабатывания денег, то да, надо везде присутствовать. По чуть-чуть, немного там. Ну, как сказать. Ну вот у меня там в Инстаграме, например, 152 тысячи подписчиков. Например. С одной стороны, мало. С другой стороны, для 60-летнего дяденьки, я вас уверяю, это гигантское число. Просто да, чуть-чуть помогает. Да, помогает. Надо пользоваться. Ютуб и телевидение. Да. Существует уже много лет такое мнение, что голубой экран у нас постепенно отмирает, уходит на второй план, и всецело нас поглощает интернет. Вы согласны ли с этим утверждением, как человек из Ютуба отчасти? Либо вы думаете, возможно, что телевидение будет идти по своей сфере развития, интернет, Ютуб, другие платформы по своей сфере развития, либо, возможно, они как-то скооперируются во что-то единое, целое? Мне кажется, люди вообще не понимают, о чем они говорят. Интернет – это способ, техническое, так сказать, приспособление для средства техническое, для доставки информации. Все. Больше ничего в нем нет. Да, оно там предоставляет больше возможностей для индивидов, но вот мы с вами сидим. Прекрасная студия. Спасибо. Вы прекрасны, да. Спасибо. Вот там ребята сидят, рулят процессом, потом это все монтируют, делают, выкладывают и все такое. Может ли такое делать единичный какой-то блогер? Нет. Никогда. У вас специальное образование, у вас специальная техника, вбуханы огромные бюджеты, и что с того, что ваши передачи показывают по телевизору, а потом их выкладывают в Ютуб? И что? Конечно. Вы сами, кстати, телевизор смотрите? Ну да, новости и ток-шоу всякие политические смотрю. Да, обязательно. Мне надо понимать, что в родной стране происходит, где там политика, какой партии, кто чего хочет, куда-куда тянется. Тут куда необходимо быть всегда в теме. Я как взрослый человек, да, смотрю. Ну, интернет дает больше возможностей, например. То есть если телевизор ты включил, и тебе там надо ждать свою передачу в 17.00, и раньше ее не покажут, то тут что, ткнул на кнопку, раз, сразу пошло. Это, конечно, прекрасно. Поэтому ни о какой победе, там, знаете, как когда-то, когда телевидение появилось, Москва слезам не верит, скоро ничего не будет, кроме телевидения. Ни театра, ни газет, ни театра. Только телевизор. Ну, это же не так. Все есть, все прекрасно, все развивается. Да, да, да. Ну, и тут точно так же будет все. То, чем занимаются телевизионные каналы, ну, невозможно. Индивиду такое сделать просто нельзя. Нет ни бюджетов, ни сил, ни средств, ничего. Ну, и плавно переходим к одной из ваших главных сфер деятельности. Это ваш YouTube-канал. Была серебряная кнопка. Есть уже золотая кнопка. Вот 2,2 миллиона подписчиков. Кто ваш зритель? Кто вас смотрит? Как вы на него ориентируетесь? Как вы его понимаете? Никак не. Вообще никак не. Ну, какой он ваш зритель? Ну, вы же действительно должны его знать. 97 примерно процентов. Это лица мужского пола. Почему вы так думаете? Да я думаю. Вы уже не в первый раз такое говорите. Ну, в YouTube мне так пишут в статистике. Это не я так думаю, это не я изобретаю. Ну, вот так пишут. Вот недавно же у вас вышло интервью, и там столько девушек отписалось. И вы тоже высказались о том, что почти все время вас смотрят мужчины. Даже 3% от 2 миллионов девушек, это очень много. Там было очень много комментариев от женского пола. Ну, вот YouTube статистику выдает такую. При этом это где-то вот возраст. Ну, как это, знаете, диаграмма, я не помню, как она называется. Там такая, как шляпа. То есть сильно молодых практически нет, подростков им неинтересно. Они все время говорят, что это слишком взрослое, нам просто неинтересно. Сильно возрастных тоже не очень много. Им не надо ничего объяснять. Они свои там 50 лет все уже знают, не надо ничего рассказывать. А вот такая, где-то вот от студентов старших курсов и лет до 35. И это основная масса, да. То есть люди достаточно взрослые. У кого мозги работают, деньги есть, работа, семья. Им вот это интересно. Политические новости, они самые востребованные, скажем так. Смотрят больше всего. Это вот номер один. Дальше разборы каких-то фильмов. Фильмы разбирать это. Я не кинокритик, и к этому категорическим не стремлюсь. То есть я вот смотрю кино, оно мне, лично мне, в рамках моего жизненного опыта и понимания окружающей действительности, оно мне навевает какие-то мысли. Я говорю только про то, что вот оно мне, о чем всех предупреждаю. Я не кинокритик. Вот мой жизненный опыт говорит мне вот про это. Либо посмеяться, ну, либо что-то серьезное бывает. Надо либо ругать, это больше всего востребовано. Даже вот у небезызвестного Жени Бэткомедия, но вот если это разгромный обзор, он вызывает чудовищный интерес. У него почти все разгромные. Да. А если будешь хвалить, наверное, денег тебе дали. Ну, правда, денег дают в любом случае. Там разгромный, значит, денег дали, чтобы разгромил. Хвалишь, значит, деньги дали, что хвалишь. Странно. Вот, кино. Дальше компьютерные игрушки. Они от взрослых ускользают, взрослые считают, что это какая-то чушь. Это неправда. В компьютерных игрушках денег больше, чем в Голливуде. Но если не все почему-то в курсе, там денег больше. Это интерес вызывает больше кино. Ты смотришь, как сторонний зритель. А если ты играешь... Ты участник. Да. В компьютерные игры ты не просто участник, ты главный герой. Это ты все совершаешь. Там погружение вообще ни с какими фильмами не сравнить. И взрослые, которые с детьми в игры не играют, это катастрофа, упущение. Папа, мама должны сидеть с ребенком и вместе с ним проходить игрушки. Ну вот раз вы уже сами заговорили о фильмах, да? Одно из самых ваших интересных занятий, то, которое знает публика, это переводы. Гоблинские переводы. Продолжали ли вы этим заниматься? Что нам ждать, возможно, в ближайшее время? И какие фильмы, может быть, хочется переозвучить? Есть какие-то идеи, мечты, планы, которые пока не осуществились? Когда-то до середины 2014 года я кино показывал... Переведенное мной кино я показывал в кино. Достаточно успешно. 2013 год у меня был, так сказать, самый хлебный. За 2013 год я продал билетов на фильмы в своем переводе на 4 миллиона долларов США. Не все киноконторы зарабатывают столько денег, сколько я вот один фактически. То есть, если фильм мной переведенный не рекламировать в кинотеатре, он однозначно соберет денег в два раза больше. Если рекламировать, то в 15. Это и серьезная разница, между прочим. То есть, и прокатчики довольны, и я, естественно, счастлив. Очень хорошо все шло. Заезды в Голливуд, там, в Лас-Вегас, где там синемаконы проходят и прочее, и прочее. Все страшно интересно, знакомство со самыми разными людьми. С кем запомнилось знакомство больше всего? Хвастаться нехорошо. Ну, с Тарантиной, например. Или там с Джонни Деппом. Ну, естественно, ни тот, ни другой про меня не вспомнят никогда. Может, и вы их запомните. Ну, да, можно сказать, что ты со всеми знаком. Но в 14-м году вы приняли закон о недопустимости нехороших слов в кино, в театре и прочее. И на этом дело благополучно прекратилось. Прокат в кинотеатрах. Через некоторое время вот все пошло в интернет, который средство доставки информации. Вот в интернете, да, сейчас перевожу кино. Уже в августе будет два года. Как? То есть перевожу массово. Вот полтора года переводил в неделю две серии сериала и один художественный фильм. Это очень тяжело для меня. То есть это нагрузка предельная. Я уже ничем другим заниматься не могу. Сколько примерно времени уходит на перевод одной серии? Ну, по разному. Вот стандартной серии. Смотря что. Если это какой-нибудь сериал «Сопрано», то где итало-американские бандиты, используя какой-то там уголовный жаргон, там очень тяжело понять, про что говорят. Слава богу, есть интернет, когда ты можешь на хитиле языка спросить, это что вообще такое? Ну вот, если спрашивать, то это больше, чем один рабочий день. Я не знаю, часов 10-12 на одну серию уходит. Это тяжело. Вот какой-нибудь «Во все тяжкие», где наоборот, там воспитанные люди, они образованные, они не уголовники, они говорят нормально, протяжные кадры, там текста мало, весь текст тот и до понятен, ничего там хитрого нет. Это сильно быстрее получается, не угадать. Самый мерзкий – это Тарантино. Почему? У него сложнейшие диалоги. Ничего сложного там нет. Все диалоги у него преследуют ровно одну цель. Вот бессмысленный поток, а в конце что-то как ляпнуто. Ну он же король диалогов. Не сказал бы. Вы не переводчик. Считается. Ну да. Не переводчик, но считается, что он король диалогов. Да, но именно такое впечатление производит. Вот бессмысленные-бессмысленные разговоры, а потом – бам! И зрителя ошарашил. Ну, ловко получается. Но в плане перевода достанет просто. Вот эта вот жвачка какая-то бессмысленная. Это не очень хорошо. Вот. Вот вы уже сами коснулись одной из тем, которые мы сейчас затронем. Это киберспорт в нашей стране. Ну и в целом. А вы – разработчик игры. Вы активно освещаете, рассказываете про игры на своем ютуб-канале. Скажите, во что сейчас играете? Находится ли время? Что нравится? Что, возможно, впечатлило из новинок? Последняя, которая удивила, есть такая игра – Red Dead Redemption 2. Вот. Мега игра совершенно. Вот прорыв. И вообще. Если играете, настоятельно рекомендую. Ну, также вышла одна из самых нашумевших новинок, которая достаточно разочаровала мир. Вы тоже о ней говорили. Киберпанк? Конечно. Киберпанк хороший. Но почему-то очень много негативных отзывов. Вы думаете, в чем проблема? С одной стороны, это всегда завышенные ожидания. То есть все ждут чего-то там невероятного. Это просто хорошая игра. Но она действительно хорошая. Не сказать, что это какой-то там мега-прорыв. Она просто хорошая. Но, к сожалению, настолько неподъемная. Она огромная. Тяжелейшая. Да, неподъемная, что они ее не смогли доделать толком. Она вся, как говорится, забагованная. Там все вот криво, косо, ничего не работает. Ну, то есть они хотели… Ну, они очень пытались. Это действительно видно. Хотели продать 70 миллионов штук. А получилось только 13, по-моему. Наверное, 20 продадут. Вот. Ну, тоже хорошая. Тоже настоятельно рекомендую. Хорошие игры. Это уже такая часть культуры, без которой, ну, невозможно понимать. Ну, видите, многие до сих пор не понимают, что такое вообще в целом киберспорт. Насколько он важен, интересен и для чего он нужен. Интересен, конечно. Вот зайдите в обычную квартиру, в обычную семью и скажите маме сына, который играет, там, пять часов в сутки, то, что вот этот контрстрайк потом может ему принести огромные дивиденды. Ну, огромные дивиденды он приносит только спортсменам, да. Это все равно, что шахматистам, он говорит, ну, посмотри на Гарри Каспарова, он, наверное, долларовый миллионер. Ну, может быть. Ну, так он один такой, а все остальные как-то до чемпионов не доживают. Когда ребенка отдаете в шахматный кружок, вы же не думаете, что он станет чемпионом мира. Даже если и думаете, то это очень-очень такой шанс. А дети, да, играют. Ну, вот как объяснить родителям о том, что такое киберспорт? Никак. Я с этого деньги зарабатываю с 1997 года, наверное. Когда сверстники спрашивают, Дима, чем ты занимаешься, ну, вот, там немая пауза, ну, люди хотят спросить, ты в своем уме? А говорить, сколько денег зарабатываешь, нельзя, потому что это разрушит у людей картину мира. Нельзя, вот. Ну, вот, действительно, это повторюсь, в компьютерных игрушках денег гораздо больше, чем в кино. И еще одна тема, о которой я вас не могу не спросить, достаточно громко, она у нас прошла пару месяцев назад, это запрет на аниме и мангу. Как вы думаете, почему это произошло? В честь чего нас начали цензурировать японские рисунки и мультики? Что происходит? Я не знаю, вот буквально там вчера, сегодня, там какая-то тетенька написала в Эрмитаж письмо в наш Питерский, что у вас там обнаженные статуи, которые вот разрушают детскую мораль, будьте любезны, стащите их в одно помещение, повесьте табличку 18+, и детей туда не пускайте, потому что они их разлагают. Вот, натурально, я не знаю, либо сумасшедшие, ну, либо ты вообще из берлоги из какой-то вылезла, я не знаю, такое слово, как искусство, слышала когда-нибудь, как это, античность там, как это, нет, ничего не знаешь, ну, как-то это печально все, а люди, которые запрещают, ну, условно, запрещают аниме, что вы там запрещаете? Вот у каждого ребенка теперь есть телефон. Есть интернет, есть телефон, все же можно найти, зачем это запрещать? Я вам так скажу, что если бы эти родители имели возможность заглянуть в телефон своего чада и посмотреть, какие он там смотрит картинки, какие картинки и ролики присылают ему друзья, что отправляет он, я боюсь, многие родители раз в сутка лишатся вообще, это при этом дети, обращаю ваше внимание, что они маньяками не становятся, там, самоубийствами не занимаются, как это тоже принято рассказывать, что несчастных детей доводят. Вот есть такая известная такая манга, это комикс, условно так назовем, называется «Тетрадь смерти». Ну, рекомендую родителям посмотреть, на что это похоже. Ну, дети массово это смотрят, массово читают. Они, понимаете, вот они все время говорят... Ну, вот ваше мнение стоит такое видеть подростку в 14 лет? Вы не... Я «Тетрадь смерти» смотрела сама в подростковом возрасте. Вы не сможете ему ни запретить, ни устранить. Ничего плохого в этом не вижу. Все эти рассказы про то, что «А вот мы играли во дворе», так у тебя компьютера не было, поэтому ты во дворе и играл. Был бы у тебя компьютер, тебя палкой было во двор не вышибить, ты бы сидел, в компьютер втыкал или в телефон хотя бы. Ничего с этим не сделать. Это все уже давно вышло в другую фазу. Если тебе не нравится, что они «Тетрадь смерти» читают, ну, будь любезен, нарисуй свою «Тетрадь жизни», показывай, чтобы она была интересная, найми лучших специалистов, художников, сценаристов, пусть они тебе рисуют что-то положительное, что ребенку можно дать. Ничего нет абсолютно. Знаете, у меня как-то в начале 2000-х московские друзья, вот они там комиксы страшно любят. Слушай, мы вот там переводим, печатаем, и никто не покупает. Что делать? Ну, объясняю, что ситуация должна созреть, потому что народ не готов потреблять продукцию такого толка. А вот сейчас, не знаю, как у вас, давно не было в книжных магазинах, но у нас в книжный магазин приходишь, там отдельные стеллажи и отдельные залы с этими самыми комиксами. Там изобилие туши свет. Но там нет отечественных, их вообще нет. Они все американские, то есть японские. Ваших детей воспитывают американцы и японцы. Вот это, так сказать, вот об этом надо думать. Своё делайте, а не запрещайте что-то там. Надо ли ограничить? Ну, безусловно, в каких-то аспектах надо. Сработает ли это? Нет. Запретный плод сладок не потому, что запретен, а потому, что сладок. И ничего вы этому не противопоставите, кроме своей правильной и нужной продукции. К сожалению, уже время нашей программы подходит к концу и завершается. Было очень приятно с вами познакомиться и пообщаться. Ждём вас снова в гости. Спасибо вам. А я напомню, сегодня гостем нашей студии был писатель, публицист, видеоблогер, разработчик игр, переводчик и актёр озвучки Дмитрий Пучков-Гоблин. Меня зовут Алевтина Игнатьева. Это Севастопольское телевидение. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова